Почти год на нелегальном положении в Ноябрьске живет 87-летняя участница Великой Отечественной войны. Жизненная ситуация в ее семье сложилась так, что пожилая женщина осталась без документов, которые позволили бы ей стать законным жителем России. Ирина Потехина продолжит. Давайте, будем ест, давайте вставайте, давайте. А говорю сразу, что герои нашего сюжета никого кроме себя ни в чем не винят и ничего для себя не просят. Они просто живут в той ситуации, которая сложилась и справляются с ней как могут. А история вот какая. Примерно год назад Галина Александровна Воронина привезла к себе в Ноябрьск свою престарелую маму, Марию Марковну Гонца. Правда, при переезде в Россию с Украины женщины не догадались сделать бабушке загранпаспорт и приехали только с документами незалежной. А уж здесь узнали, что узаконить постоянное нахождение Марии Марковны на основании лишь этих загранбумаг нельзя. Трошечки, трошечки, давай, вот, вот, молодец, вот, вот, молодец, вот, молодец, давай, еще трошечки. Поначалу, когда Марии Марковне еще не было так худо, дочь пыталась оформить вид на жительство. Но для этого, говорит женщина, надо было пройти столько инстанций и получить такое количество справок, причем бабушке лично, что стало понятно, ситуация безнадежна. Но вот представьте, говорит Галина Александровна, в 87 лет Марии Марковне надо документально доказать, что она не состоит на учете у нарколога, что она несудима, сдать анализы на ВИЧ и так далее. В общем, войну бабушка пережила, для защиты Родины поработала, под бомбежками носила снаряды красноармейцам. А на то, чтобы стать законным жителем России, сил уже не осталось. Это же все при союзе было, так помогите. Я говорю, исключение может быть, что вот старенькая, я не смогу ее возить. Для всех закон одинаковый, ну и что, я и смирилась, одинаковый так одинаковый. Теперь я уже ничего не хочу. Кстати, когда дочь еще хотела официально зарегистрировать маму у себя, то не ради каких-либо льгот или пенсии, говорит Галина Александровна, нам хватает и на питание, и на лекарства. А вот если положить бабушку на лечение в больнице, то это дочери-пенсионерки уже не под силу. Медпомощь иностранке должна оказываться только за деньги. Хотя до сих пор ни один врач в нашем городе ни разу не взял плату за помощь участницы Великой Отечественной войны. Между тем, с каждым днем бабушке становится все хуже. И все чаще она находится в полузабытии и в каком-то другом времени, где ей очень страшно. И иногда это время войны. Она постоянно кричит. Пришли убивать. Пришли меня убивать, закрывать. И вчера просила замок. Закрывайте дверь, иначе убьют нас. Бандиты идут, бандиты. Немцы, немцы. Надежды на то, что Мария Марковна поднимется и сможет пройти по инстанциям для оформления документов, ни у кого нет. Между тем, однажды Галине Александровне намекнули, что нелегальное проживание матери чревато штрафами. Я хотела просто узаконить это все. Потому что придет участковый. Зачем мне приятности? Сказали, что будут нас штрафовать. Потому что она живет так нелегально. Я сказала, уплотим, мы виноваты. Что же делать-то? В этой истории выходит так, что все соответствует букве закона. Но почему-то всех героев не оставляет чувства, что человеческие законы где-то не сработали. И еще интересная деталь. Галина Александровна обращается к своей матери только на «вы». Люди послевоенного поколения почти все так уважительно обращались к своим родителям и ко всем старшим. А вот некоторые из нынешнего поколения не на словах, на деле. К ветеранам, к старикам все чаще переходят на «ты». Наверное, поэтому и случаются такие истории. Ирина Потехина, Виталий Харченко. Новости нашего города.